В микрорайоне Пудка-2 находится удивительное подборье Михаила Саркисовича. Давайте посмотрим поближе на его обитателей и познакомимся с хозяином. Здравствуйте, Михаил Саркисович! Сколько у вас разных птиц и животных? Сколько их хотя бы приблизительно? Чем вы их кормите? Без счета тысячу, может больше. Если по головам считать, может и полторы тысячи, может и две тысячи, потому что их очень много. Уток штук 200, потому что и приплоды, и то же самое гусей, курей штук 200, кроликов бесчетное число, индюки, индейки, индюшата, голубята с сотнями. Просто поражает, когда люди приходят, их воображение не верит, что вот столько можно содержать и кормить и натуральным кормом. Корм какой? У нас наша кубанская кукуруза, пшеница, рапс и все злаки, которые есть, потому что животных очень много, и орехи наши местные, и фундук, и яблоки, и падарица, и такая. Ну все, можно сказать. Хлеб, подходы. Никакими комбикормами я их не кормлю. Абсолютно. Вот это для меня уже совсем другой вопрос. Это больная тема. Никаких протеинов, химии. У меня протеин на поле. Здесь огромное поле, которое оставлено мне безвозмездно в пользование. Поэтому они, птицы у меня, вся здоровая, живная, вся здоровая. Нету ни коллег, ни больных и разное прочее. Они прекрасно развиваются на свежем воздухе. Это самый изыск то, что есть у нас на Кубани. И больной вопрос в чем? Почему люди не занимаются? Кто им запрещает? Почему наши поля пустуют? На основании чего? Почему людям не помочь, не объяснить? Пожалуйста, приходите, я всем объясню. Помогу я воспроизвести все вот это. Поймите правильно. Это не трудно, не сложно. Только это надо любить, надо уважать. Не интернет, кусочек пластмассы, а вот что надо любить. Вот чем надо заниматься. Да, у вас тут настоящий зоопарк. Как возникла идея создать такое большое необычное хозяйство? Эта идея возникла давно, с первого класса. Это практически лет 60 назад. Я начал разводить голубей, живя в центре большого города, родился и вырос в большом городе, в большой семье. И вот эта любовь передалась из года в год. И последние лет 20-25 у себя в подворе, на улице Ленина, я начал разводить голубей. Много голубей. Я практически вот эти свадьбы, в садики, в день города, на стадион, я всем давал голубей. Сейчас эти голуби я развел здесь. Здесь не только голуби, но здесь очень много разных живностей. Очень много. Это я сделал для детей, для наших горожан. И хочу поразить наших детей, чтобы дети, мамы, бабушки, дедушки, родители, вот, приводили своих детей, внуков, племянников, чтобы они общались с живой природой нашей кубанской, настоящей. Общались с живностью, их чтоб кормили. Они очень мирные, вот, очень мирные, добродушные. И вся живность добродушная. Давай я тебе покажу уникальные гуси. Это гуси-герджи. Практически их все мало часто держат. Я их держал отдельно. Это местная, наша кубанская. Но практически ее нету. Я заново ее возродил. По мере возможности. Гуси много и разных пород. Здесь и линды, и это, я их перекрестил. А вот эту специальную породу оставил. И вот их получил. Они очень красивые, мощные. А теперь пойдем, пожалуйста, пройдемте к нашим уникальным павлинам. Это павлины, индийские, черноплечие. Мы их скрестили, две породы, и получили потомство. Почему вы решили завести павлинов? Как они к вам попали? Я бываю на выставках. Я в основном езжу покупать корма. Качественные корма, потому что кормов много. Если покупать в таком магазине, средств мне хватит. А я покупаю мешками. Ну, увидел павлинят, маленьких еще, и купил павлинят. И вот с этого и началось разведение павлинов. Мы разводим павлины с мельником Владимиром Васильевичем. У нас есть и годовалые, и большие, и маленькие. Так что они очень, очень красивая птица. У меня по дворе, что уникально, они все без лекарств. Всякие травы надо давать. На зиму помещение закрывается. Они выходят так же. Они адаптированы у меня к холоду. И попугаи, и вся у меня птица адаптирована к холоду. Я никого не обогреваю. Птица от чего погибает? Не от холода, а от голода. И от безвожия, когда нет воды. Поэтому хоть летом, хоть зимой, минимум надо 2-3 раза давать воды. Я кормлю один раз в день. Практически всех, кроме молодежи, ну, пшеницов и разных прочих. Остальных я кормлю один раз. Никаких 2-3 раза. Ну, и вода должна быть на зиму, чтобы не было сквозняка. Это индийский утак, бегунок. Я ему дал в пару нашу дикую уточку. И они дали приплод. Вот посмотрите, 4 уточки. Она опять не слояется, опять сидит. Здесь у меня белки в этом вольере. Здесь пара семейная. Он и она. Мы должны дать приплод. И для этих питомцев нужен хороший вольер. И более ничего. Нормальный корм, но подальше от собак. Почему они у меня на огороде находятся вольер? Чтобы не хватили блох. В этих вольерах у меня в основном птицы экзотические. Карелы. Это цирковые голуби, еще павлинами их называют. Здесь певчие попугаи. Здесь стаяни раздушников. Какие маленькие, хорошие. А сколько им дней? Им недели три. И еще недели две, и они выйдут. И вот когда они выйдут уже, еще хоть можно неделю еще подержать, а потом уже по одному можно подержать дома. Они будут тогда ручные, ласковые. И могут о ней разговаривать. Здесь дальше идут голуби. Это летные. Узбеки голуби. Последняя вот эта птица, это куры, это называются японские фениксы. Они очень уникальные. И красивые. Здесь очень много разной птицы. Люди, приходите, смотрите, радуйтесь. Это для вас, для детей. Курить строго запрещено. И распивать спиртные напитки. Как вы один управляетесь таким большим хозяйством? Это все дело привычки и любовь к живой природе, к птицам, ко всем животным, и к дикой, и к домашней птице. Поэтому призываю всех, пожалуйста, приходите, смотрите, радуйтесь, играйте, кормите, чем можно кормить. Практически здесь всю живность можно кормить с руки, потому что они практически все домашние. Здесь опасного ничего нет абсолютно. Вы сами это, Вика, увидели, сами кормили. Пожалуйста, приходите. И волонтеры, пожалуйста, приходите, заходите мне помочь. Единственное, что прошу, интернет и выключить. Спасибо, Михаил Саркисович, за ваш интересный рассказ. Удачи вам в вашем непростом деле. Посетить подворье Михаила Саркисовича может каждый. А особенно будет интересно, я думаю, детям. Посещение бесплатно. Продолжение следует...